Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо, потом дадим комментарии. Здравствуйте, Галиночка! Для начала хочу вас поблагодарить за такие важные темы, о которых вы говорите в своих видео. После того, как посмотрела видео про психологическое бесплодие, просто накрыло тяжелое чувство отчаяния, тревога, безысходность. Хочу сразу попросить, чтобы вы сняли видеоразбор моей ситуации, потому что мне кажется, что мне хочется кричать об этом на весь свет. И может быть у кого-то из ваших подписчиц похожая проблема. История моя началась с того, что я была желанным ребенком для папы, а вот для мамы, наверное, просто как повод удержать его. Она мной хотела его удержать, так как сын от первого брака, она тоже не любила, шпыняла его, постоянно мешал он ей во всем. Меня вроде бы любили и папа, и мама, но из детства мало их помню, потому что они работали или отдыхали с друзьями, а мы с братом всегда были на бабушке. Мамины запои начались после смерти отца. Она не могла справиться с горем, запивала его водкой. Остались мы с ней вдвоем. Половину месяца пьет, половину она отходит. Всего я насмотрелась. И битые окна, и, простите, рвота. Этот отвратительный запах в доме, который впивался просто в мою одежду. Я, десятилетняя, все мыла. Деньги прятала, чтобы она последние не пропила. Маты в свой адрес слышала, ненависть, пьяные истерики, ее попытки суицита, мои нервные детские срывы. Я просто начинала рвать на себе волосы клоками. Я здесь остановлюсь. Это за повышенные тревожности, ситуации стресса и так далее. Рвать на себе волосы, как один из признаков психического расстройства. Если вы такое можете наблюдать у своего ребенка, это иногда уходит и в детство. Это повод обратиться к психиатру. Но не бойтесь там, что там, не знаю, это психически больной или что. Это просто признак. И если найти причину, успокоить, скажем так, в кавычках, да, проще говоря, человека, кто это делает, это можно ликвидировать. Это проявление, пережитка травмы, стресса психологической и тому подобное. У детей дети так иногда это выражают. Я хочу отметить, у кого есть дети. Имейте в виду, что если вы у ребенка такое замечаете. Еще есть такое, что дети волосы свои едят, вырывают. Это тоже к психиатру. И никто не помог мне. Никто. Со временем запоев становилось чуть меньше. Это все шло на убыль. Но все равно они были. И это было страшно. Она превращалась в демона, агрессивная, ненавидящая, обвиняющая, хамоватая, чужая. Ну просто не моя мама. Трезвая она была, любящая, но слабая женщина. Когда она была трезвая, она чувствовала себя в безопасности. Я вообще боялась ее расстроить чем-либо, чтобы она опять не побежала пить, потому что я ее вывела из себя. У меня даже переходного возраста не было как такового. Я была идеальным ребенком. Сейчас здесь остановлюсь. Помните, я говорила, заслуживает любовь родителей. Я была идеальным ребенком при слабой маме, чтобы она меня любила. То есть это поведение, это базовое заслуживание любви и хорошей оценки внимания своего родителя. Я выросла, пошла работать. Обеспечивала ее. По больницам возила. Все на себе тянула. А она теперь мой ребенок. Весь спрос с меня. Так прошло мое детство. Юность. И вот мне уже 30 лет. Я нахожу своего мужа, уезжая жить в Турцию. Два года я слушала истерики. Что она творила, это даже не передать словами. Я за нее очень сильно переживала первое время, как она там без меня будет жить. Деньги, конечно, отправляю ей. Но запои начали набирать обороты снова. Потом перелом, операция, реабилитация. Она желала внимания. А у меня и жалости так и нет, честно говоря. И ненависти одновременно много. И это уже даже начинает сходить на нет. Я вдруг, поживя немного отдельно от нее, поняла, как же несправедливо она ко мне относилась. Сколько всего непосильного для меня на тот момент ребенка она требовала. Я тут, наконец, расслабилась. Я любима своим мужем. У меня началось от нее отторжение. Все больше злости на нее. И у меня чувство, что она у меня забрала что-то важное в большую часть моей жизни. И вдруг я осознала, что с ней у меня было мало счастливых дней. Я не могу ее простить до сих пор. У меня нет больше энергии для нее. Я от нее ужрашающая устала. Она продолжает требовать внимания, заботы. Ей надо, чтобы в нее вкладывались. И не только финансово. И у меня чувство, что она хочет сожрать всю мою жизнь, поглотить полностью. Сколько бреда она мне говорила, что мать на мужика поменяла. Что я предательница. Что она из-за меня когда-то замуж потом не вышла, когда мой папа умер. Она мне все отдала. Она мной жила. Да не мной она жила, конечно, это точно. Пугает меня своим положением. Вот материнские слезы даром не проходят. А кто ответит, детские слезы проходят даром? За это не придется ей отвечать. Не так больно того, что она совсем обо мне не думает. О моем счастье. О том, что и так я до 30 лет, у меня ничего не складывалось. А сейчас 33. У меня до сих пор детей нет. Она только давит на жалость, что я ее бросила. И что не дай бог тебе такую старость. А я кричу на нее, бросая трубку. Потому что потом долго очень от этого всего отхожу. Я не могу быть счастливой полностью, потому что я чувствую, что этим я ее обижаю. По поводу детей. Ни одной беременности за всю жизнь. Я проверялась. Были проблемы, которые зачатию не мешают. В общем-то все ничего не находили. Ничего очень серьезного. И до сегодняшнего дня. Но один доктор сказал, что резерв моих единичников заканчивается в 33 года. И я начала прям сильно паниковать. Галиночка, извините, что много сумбура на эмоциях просто. Может ли быть отношение с мамой в моей ситуации причиной проблем с зачатием? Заранее благодарю вас за все, за ваши труды. В очень солнечное прекрасное счастье вам большого. Солнечное сегодня прям вот в тему. Желтого цвета я, да. Вы совершенно верно рассуждаете. Сейчас расскажу, что происходит. Я думаю, вы сами догадываетесь, понимаете. Дело не в зачатии. Это повод, да. Это как симптом, который вы чувствуете и вас беспокоит. На самом деле проблема, естественно, с вашей мамой. Точнее обида, которую вы не отпустили до сих пор. Вы совершенно верно говорите, что причиной, даже не причиной, это ваше... Помните видео про психологическое бесплодие? Правильно вам оно отозвалось. И почему вы записали письмо? Оно попало прям в точку. Это ваша ситуация. По маме, да, и ваше... Что вообще происходило? У вас было тяжелое и трудное детство. Вы пытались вообще, в принципе, заслужить любовь своей матери. Но вы правильно отмечаете, мама слабый человек. Поэтому она держалась очень сильно за папу вашего. И не смогла, как сильный человек, пережить его ухода. И, скорее всего, в семье, скажем так, главным был папа. Многое решал. И она была при муже, да, который за нее многое решал. И она ушла в запой зависимости, потому что у нее была депрессия. Она по жизни слабый человек, который не смог справиться с ситуацией тяжелой. Она жертва. И она... Слабые люди подобные, они уходят в зависимости. Так они могут забыться. Но на самом деле любая зависимость — это симптом депрессии. И я думаю, что, предполагая, что у вашей мамы депрессия, вот это вообще, в принципе, состояние неудовлетворенное, несчастное, да, счастье, жертва, это у нее было и до вашего папы. Еще с первым супругом, от которого у нее был сын, ваш брат старший. Это, скорее всего, причина развода в этом, потому что, вы говорите, она брата не любила. Она его понукала им как-то, да, то есть отторгала его. Потому что она его, скорее всего, ассоциировала с своим предыдущим супругом, который для нее был по каким-то ее причинам плохим. То есть она полностью перенос делала на ребенка. Это просто ужасно. Я, честно, не могу понять. Я, как бы, понимаю, я не могу принять матерей, которые так делают, когда для любого ребенка мама — это самый близкий человек. Извините, папы, но мамы рожают и носят под своим сердцем. Это кровь и плоть. Папами становятся, некоторые родители, да, папы, становятся родителями. А мама всегда родитель, потому что она родила. Родитель, родить, как это можно вообще не слышать? Когда родители мамы своих детей отторгают, я перенос делаю ненавистью своей на ребенка от отца. Это просто ужас. Ладно, это ответвление, больная, скажем так, тема, да то, что меня заботит. Итак, продолжим. И так как слабый человек, мама из-за любви к маме, вы стали ее поддерживать. Она же слабая. Когда она была трезвая, вы видели, что она слабая. Она начинала пить, потому что она слабая, ее никто не поддерживает. Вы остались с ней вдвоем, скажем так, наедине. И вы взяли роль взрослого человека, а мама ребенка. А мама никогда от этой роли не уходила. Она свою роль ребенка, она всегда находила себе папу, в кавычках. Папа это ваш отец, ее бывший муж. У него всегда, мужчина, скорее всего, в позиции родителя, она была в позиции ребенка. Позицию он свою не меняла. Она в ней осталась. Жертвой слабой ребенком. Вы взяли вместо своего папы позицию взрослого. В семье за ней ухаживали всю жизнь. Проблемы, естественно, не вас, не в благодарности. Еще чему-то вы выполнили на просто 150% миссию взрослого. И пожив отдельно, вступив в партнерские отношения со своим супругом, вы поняли, что такое быть тоже взрослым с партнером взрослым. Не тащить на своей спине мнимого ребенка, вашу маму. И когда вы сказали, меня начали любить, я получила любовь, заботу, то, что я ждала от мамы. Я за ней, по сути, если в общем брать, я за ней ухаживала, тянула. Была хорошей, идеальной для того, чтобы мама меня любила. Она вам этого даже не давала. Оттуда у вас к ней злость и обида идет, которую вы не можете простить. Вам это дал супруг. Вы почувствовали себя счастливой в партнерских, доверительных, равных отношениях. Поэтому вы начали понимать в голове, что я прожила до 30 лет. Черт побери, вот в чем причина. Я не так жила, не так себя вела. Причина мама. Мама почему себя очень некрасиво сейчас ведет? Обвиняет, истерит. Позит своего ребенка, вы видите? Так дети себе в 3-5 лет, когда падают на пол в магазине, орут, купи мне конфету. Это же поведение детское. На самом деле это поведение и позиция мамы жертвы в ее прошлом, в возрасте 3-5 лет. У нее была какая-то психотравма, скорее всего. Трудные отношения с родителями и травма однозначно, расставание. И она закрепилась в этой позиции. У нее не только жертвенность по жизни, но и реакция ее. Истерики, вот эти просьбы. Это чисто детское поведение. Это все закрепилось в тот момент. Это о маминых причинах. Я думаю, сейчас об этом поразмышляете. Вы знаете историю о своей семье. Например, вы поймете, о чем я говорю, сопоставите, догадаетесь, что было причиной ее поведения. Да, так как вы несете на себе ребенка, психологическое бесплодие связано с тем, что вы... Возможно, я не могу утверждать. Связано это может быть с тем, что у вас уже есть ребенок. Вы уже много лет выполняете роль родителя. Этот ребенок от вас не хочет взрослеть и отделяться до сих пор. И вас шантажируют. Поэтому вы не можете забеременеть. Вы не можете себе позволить завести еще одного ребенка. Потому что вам тяжело. Вы не можете потянуть двоих. Мама требует очень много. Все ваше внимание, всю вашу жизнь. И это чувство вины. Некое, что если я рожу еще ребенка, маме уже ничего дать не могу. Меня не хватит на этого ребенка. Поэтому психологически у вас на это блок. Второе. Как это отпустить, чтобы этот блок снять? Очень просто. Вам нужно простить свою маму, отпустить ее. И позволить ей уже самой стать взрослой, если она это захочет. И понять, принять то, что вы за нее ответственности не несете. Ваша ноша, вот это время нести, закончилось. Все. Чтобы не было чувства вины и унетенности, вы должны выбрать, ну, какую-то минимальную помощь маме, типа финансовой. Раз там в месяц, молча отправлять деньги. Да, возможно, она не примет, скорее всего, эту позицию. И она будет продолжать пить. И делать все, чтобы умереть. Потому что это все на пути туда идет. Но это ее выбор. Пока вы будете маму опекать, вы ей не помогаете. Вы делаете ей хуже, и себе физически вы делаете хуже. И хотя бы в этой ситуации вы должны спасти себя и свой брак со своим мужем, свое будущее, родив ребенка. Позволив себе родить ребенка. А позволите вы себя морально сделать, отпустив вашу маму. Может быть, ее ситуация вообще даже никак не изменится. Но ваше время будет утрачено. И для себя вы ничего не сделаете. И как это делать? Это терапия, конечно. Вам нужно к психологу. Я не знаю, так оценивать не могу. По письму и все такое. Но это, конечно, дилемма, скажем так, ни одной двух встреч, естественно. Надо смотреть ваш уровень вообще эмоционального. Выгорание у вас однозначно есть. Уровень депрессии. Вообще, в принципе, посмотреть их травмированы, насколько вы, да, там тесты всякие рисовальные поделать. И потом уже пообщаться, скажем так, да, как я бы с этим работала, с прощением мамы. Может быть, что-то типа мини-расстановок поделать. Наладить диалог. Поплакать, естественно. Прожить это все еще раз. Тем самым отпустив. И, скажем так, я бы сделала что-то типа техники по встрече нового ребенка, да, которого вы хотите. Скажем так, наладить такой диалог. Разрешить самой себе психологический барьер этот убрать. И уже как бы представить, что у вас есть ребенок. Например, написать ему письмо, я посоветовала, да, ребенку, что там, милый, любимый, мы дорогой, мы с папой там тебя ждем. Ну, это такие моменты, да, если это реально работает. Я бы вот так проводила эту работу, то есть этапы, как бы я, что бы я делала. Вот. Очень хорошо, я вас хочу обнадежить, что раз вы начали об этом задумываться, и у вас срезонировало тогда то видео по поводу бесплодия, я бы, скажем так, даю вам надежду на то, что ваша психика проснулась, вы готовы решать проблему, и когда вы чем быстрее за нее возьметесь, тем быстрее вы ее решите. Это нерешимая задача. Вот я что хочу сказать. Не опускайте руки, все можно изменить, все в ваших руках, и у вас уже есть это желание. Так, надеюсь, что видео было полезным для тех, кто подобной ситуацией в жизни сталкивался с подобным отношением родителей. Если у вас все-таки знакомы, поделитесь с ними этим видео, может, он натолкнет их на какие-то размышления на эту тему. Я вам всем желаю удачи. Я оставляю под видео всегда свою почту. Вот как девушка можете написать анонимно свою историю, я ее разберу на канале, на видео. Ибо написать мне на запись на консультации по скайпу, психологически, поработать со мной как психологом. Спасибо за ваше внимание. Я жду ваших комментариев на эту тему, что вы девушке посоветуете. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok